Египет уже долгое время лидирует в рейтинге самых доступных и популярных курортов. Однако путешествие в эту африканскую страну может обернуться неприятными последствиями для неопытных туристов. Из-за высокого уровня бедности, египтяне ценят каждого, кто готов платить за отдых в их регионе, ценят и стараются обмануть, в надежде выжать из него побольше денег. В статье приведены полезные советы, ознакомившись с которыми можно избежать обмана со стороны предприимчивых местных жителей во время египетского отдыха. Туристов египтяне пытаются обвести вокруг пальца уже в аэропорту при вклеивании визы. Цена на нее стандартная, и если работники аэропорта называют большую сумму, аргументируя свои действия ростом цены, скажем, наклеили тем, что чем выше цена, тем быстрее ее вклеят не стоит этому верить. Надо настаивать на оговоренной сумме. При выходе из аэропорта путешественников разу окружает стайка арабов, предлагающих свои услуги в качестве носителя багажа. От подобного предложения лучше отказаться, так как автобус отеля обычно стоит недалеко и свою дорожную сумку каждый может без особых усилий донести самостоятельно. Не стоит терять бдительность и при отъезде из Египта. В магазинчиках, расположенных на территории аэропорта, сувениры продаются без пошлин. Однако это только в том случае, если рассчитываться наличными. При оплате товаров картой снимается дополнительная комиссия, о чем продавцы скромно умалчивают. Как обманывают туристов в Европе при заселении в отель вдруг обнаруживается отсутствие хороших номеров, которые, тем не менее, появляются словно при взмахе волшебной палочки, если доплатить 10 долларов США. Кроме того, с туристов работники отелей часто пытаются содрать лишние деньги за дополнительную кровать в номере. На это не стоит вестись, так как подобная услуга входит в стоимость путевки. Кража в отелях – явление редкое. Но ценные вещи и деньги все же лучше запирать в сейфе номера. При выселении из отеля следует особое внимание уделить выписке о финансовой задолженности, и если сумма ее превышает ваши подсчеты, следует обратиться к администрации за разъяснениями о дополнительных тратах. В Египте для туристов открылось 668 отелей. Высокий уровень безработицы вынуждает египтян выжимать из наивного туриста как можно больше денег, поэтому, проходя мимо сувенирной лавки надо быть бдительным. Если ничего покупать не планируется, лучше сразу проходить мимо, даже взгляда не задерживая на ассортименте магазинчика, так как продавцы таких лавок очень навязчиво и настойчиво попытаются всучить незадачливому туристу свой товар. Особенное внимание стоит уделять походу на рынок, туда вообще лучше идти небольшой группой. При покупке обязательно нужно торговаться, так как ценников на сувенирах практически нигде нет. Когда продавец назовет цену, ее спокойно можно снизить в 2-3 раза. Особенно хорошо изобразить женатую пару, где муж – скупердяй, в то время как жене очень хочется купить именно эту безделушку. Египтяне симпатизируют европейкам и охотнее снизят цену в несколько раз, когда рядом хорошая девушка. За покупку лучше всего расплачиваться местной валютой – египетскими фунтами, так как продавцы попытаются и здесь наварить на туристе, продав вещь по заниженному курсу. Если же он настаивает на своем, можно смело уходить, ни один уважающий себя египтянин не позволит клиенту уйти от него с пустыми руками. Не стоит покупать сувениры в первые дни по приезде, лучше осмотреться, сравнить цены. Дабы не поддаться на приставания продавцов, лучшим вариантом будет идти на рынок с небольшим количеством денег. Кроме того, при покупке сувениров нужно быть особенно внимательным, так как большинство из них производится в Китае. Однако и среди местных товаров можно попасть на брак. Например, вместо оригинального папируса, самого популярного египетского сувенира, можно купить банановый, который в разы дешевле, но и качество его соответствует цене. Как обманывают таксисты в Таиланде особенно приставучими в Египте являются местные попрошайки, навязывающие свои услуги и пытающиеся всучить туристу какую-нибудь безделушку. В таких ситуациях надо быть наглее и не поддаваться на навязчивость, так как полиция бездействует из-за отсутствия правонарушения. Иногда администрация за отдельное вознаграждение пропускает на территорию отеля мошенников, выдающих себя за продавцов экскурсий. В итоге доверчивый турист, желая сэкономить, покупает «липовую» экскурсию и по указанному адресу никакой автобус его не ждет. Не стоит покупать и уличную экскурсию, так как хоть и цена ее изначально ниже, но в итоге придется все время доплачивать за дополнительные услуги. Дабы избежать подобного, лучшим вариантом является покупка у гида, закрепленного за отелем. Хоть и дороже, зато надежнее. Распространен обман во время экскурсии по пустыне, особенно если турист решил покататься на верблюде. Ушлый хозяин животного не позволит слезть, пока не заплатите цену выше изначально оговоренной. Поэтому перед тем как взобраться на спину верблюда, следует точно обговорить все детали, от стоимости самого катания, до валюты, в которой будете расплачиваться. Не стоит покупать билеты в музей с рук, так как цена их будет всегда завышенной. Продавец может аргументировать это ценовой политикой государства. Лучшим вариантом является покупка билетов у гида либо непосредственно в кассе. Особое внимание заслуживают египетские таксисты, у которых при расчете может не оказаться вдруг сдачи. Поэтому нужно сначала взять сдачу, и только потом отдавать деньги. Не стоит давать крупные купюры, ибо таксист может дать много мелкой валюты, что в конечном итоге окажется обычным мошенничеством, потому как сумма будет не совсем соответствовать нужной. К туристу на улице часто пристают местные попрошайки, выпрашивая деньги. При этом пол и возраст значения не имеют. Ни в коем случае нельзя подаваться на их просьбы, так как в тот же момент к вам подбежит толпа его собратьев, и отбиться от них будет крайне сложно. По дороге на пляж к путешественнику может подойти безобидный на вид местный житель и поинтересоваться страной проживания. В ходе беседы он может проводить туриста до места назначения и в конце потребовать оплату за услугу экскурсовода. Бдительность не стоит терять и на пляжах. К новичкам, которых местные определяют по слабому загару, сразу подойдут продавцы различных услуг, от которых надо твердо отказаться. Если, конечно, неинтересно предложение отведать местную баню или провести шоп-тур за мехами. Кроме того, на пляжах присутствуют продавцы различных сувениров, с которыми даже в дискуссию не стоит вступать из-за их необычайной навязчивости. Уезжая в Египет, следует помнить и о местных обычаях. Особенно это касается женщин и их внешнего вида. Не стоит в мусульманской стране разгуливать по городу в купальнике. Нужно уважать чужие традиции и тогда от отдыха останутся лишь самые приятные воспоминания.